Всем привет! Сегодня я вам расскажу историю, которая сделала мои выходные, можно сказать. Ко мне в пятницу пришла девушка с красными глазами, с просьбой, со слезами. Говорит, мне надо в театр, мне надо очень хорошо выглядеть, очень красиво. Я не могу, у меня болит глаз, мне прям очень плохо. Я смотрю, а там типичные изменения для синдрома сухого глаза. Покраснение глаз, очень сухие глаза, очень малое количество слезы. И что очень плохо, этот синдром сухого глаза у него очень запущенный. Там уже даже идут изменения на роговице, вот эти вот линейные полосы кератита, которые появляются, когда нелеченный или неподдающийся лечению синдром сухого глаза происходит. Причем болевой синдром при этом настолько большой, что приходилось закапывать обезболивающие капли просто. Чего в принципе делать-то нельзя на самом деле. Потому что чем мы больше капаем успокаивающие капли, обезболивающие, тем хуже все это заживает. Наша задача в первую очередь восстановить нормальную работу. И я поняла, что надо снова проговорить про лечение синдрома сухого глаза, о том, что мы вообще можем предложить, что с этим делать и на что обращать внимание. Синдром сухого глаза встречается у очень многих людей, которые работают за монитором. Поскольку у нас очень много людей сейчас работает в принципе в офисе или домашнем офисе, мало моргают, глаз начинают сохнуть, начинаются дистрофические изменения, и это, конечно, все очень плохо. Поэтому нельзя себя забывать. Надо каждый час делать маленький перерыв. Просто закрыть глаза, посмотреть в сторону, поморгать, помассировать веки. Про массаж век я еще отдельно расскажу. Что очень важно помнить? Важно помнить, что уход за глазами – это такой же домашний уход, как уход за кожей лица в принципе. Мы должны правильно очищать кожу век. Мы не должны использовать грубоочищающие средства. Сейчас, слава богу, рынок косметических средств огромен. И есть очень мягкие мицеллярные воды, пенки, специальные гели, например, блефорогели очищения, которые можно использовать, в том числе для снятия макияжа. Ни в коем случае нельзя с макияжем спать. Это очень частая проблема у людей, которые не успевают просто после какого-то вечера либо нормально его снять, либо забывают снять, если макияжа было совсем мало. Спят с накрашенными ресницами, утром красные глаза, утром плохо в принципе и глазам, и векам. Поэтому нет, косметику надо снимать обязательно. Поэтому под рукой лучше иметь какие-нибудь средства маленькие, даже если вы где-то в поездке, даже если вы где-то недалеко от дома, чтобы у вас что-то было, чем вы можете умыться и очистить кожу. Второй важный момент – это, естественно, увлажнение. Увлажнение в первую очередь век. У нас на краю век находятся выводные протоки мейбомиевых желез. Это видоизмененная железа, которая выделяет липидный секрет. Этот липидный секрет очень важен, поскольку он как раз и стабилизирует слезную пленку. А сама слеза состоит из нескольких компонентов. Это не чистый солевой раствор. Там содержатся еще муцины, там содержатся еще липидные компоненты. И все вместе это дает не только увлажнение, но и защиту. Защиту от инфекций, защиту от ветра, защиту от неприятных погодных условий других, пыли, грязи и так далее. Если у нас нарушается работа мейбомиевых желез, мы получаем очень неприятную картину. Сначала у нас просто начинает все сохнуть. Могут быть и более тяжелые ситуации, о них я расскажу отдельно. Что же мы делаем с синдромом сухого глаза? Помимо того, что мы очищаем веки, помимо того, что мы делаем постоянно каждый вечер массаж, обязательно век массаж век. А мы можем поделать еще влажные компрессы. Я рекомендую их делать со специальными средствами. Если, конечно, совсем ничего нет, можно просто взять теплую воду, смочить в теплой воде ватные диски, положить на веки и полежать 5-7 минут. Важно, на веках не должно быть никаких воспалений. Воспалительные элементы греть нельзя. Поэтому, если у вас какой-то халязин, если у вас, не дай бог, какой-то ячмень, вы такую процедуру не делаете. Греть можно только здоровые веки. Для чего мы это делаем? Мы это делаем для того, чтобы вот этот секрет мейбомиевых желез стал более жидким, чтобы он лучше отходил из железа. И, соответственно, нам будет легче делать массаж, и это хорошая профилактика. Плюс это, ну, не буду скрывать, это минута, уделенная себе, это расслабление. Вы в это время отдыхаете, лежите и ничего не делаете, ничего не читаете, не листаете ленту. Там вы в Фейсбуке или еще где-то. Вы просто отдыхаете. 5-7, иногда 10 минут вполне достаточно для такого согревающего компресса. Я рекомендую его делать с блефоросалфеткой или блефоролосьоном. Это специальные составы, которые рекомендованы для глаз, которые идеально подходят для глазной поверхности, для поверхности век. Они не вызывают раздражения, аллергии, и в том числе их можно использовать и на постоперационных глазах, скажем так, когда необходимо соблюдать определенный режим частоты. После этого мы обязательно делаем массаж. Аккуратный массаж верхнего и нижнего века, чтобы избыточный секрет мебоевых желез удалить. И после этого обязательно наносим какой-нибудь увлажняющий гель на веки, чтобы, опять же, подпитать кожу век, поскольку она тонкая, она деликатная. На нее нельзя наносить обычные косметические средства. Все косметические средства с пометкой для глаз обычно наносятся не на подвижное веко, а по косточке, то есть по краю орбиты. Это что касается косметики. А есть отдельная лечебная косметика для непосредственно век. И она как раз нам помогает бороться с синдромом сухого глаза. Я сейчас имею в виду большую часть блефорогеля-1. Его наносят аккуратными массирующими движениями прямо по росту ресничек, между ресничек. Можно это делать аккуратно пальчиками, то есть на пальчик выдавить маленькое количество геля и аккуратненько промазать реснички сверху, снизу. Либо можно это делать ватной палочкой. На ватную палочку наносится небольшое количество геля и, опять же, аккуратно проходите по ресничному краю сверху и снизу. Старайтесь, чтобы гель не попадал в глаза. Ничего страшного, если он попадет, не случится, но у некоторых людей бывают неприятные ощущения в виде жжения, и тогда все надо смывать и делать заново. Гель у нас рассчитан именно для век, то есть закапывать его не надо. Особенно это важно делать людям, у которых носят контактные линзы и при этом еще и работают за компьютером. Контактная линза сама провоцирует изменение конъюнктива. Это инородное тело. Какие бы хорошие и тонкие линзы ни были, это инородное тело на поверхности глаза. Поэтому она в любом случае будет века не травмировать, но мешать ему. Она в любом случае может приводить к развитию сухого глаза. Поэтому обязательно пользуйтесь увлажняющими каплями во время ношения контактных линз. Не забывайте их снимать на ночь, поскольку это тоже провоцирует развитие синдрома сухого глаза. И, конечно, правильно ухаживайте и за линзами, и за веками. Это очень важно. Если соблюдать все эти рекомендации, то обычно никаких плохих вещей, типа мейбомиитов, глифоритов, ячменей случаться не должно. Но всякое бывает, поэтому я расскажу отдельно о том, что с этим делать в следующих видео. А пока будьте здоровы и до новых встреч!